Беглый обзор основных настроек 3ds max для того чтобы вызвать панель настроек нажимаем команду вкладки Customize Preferences. На вкладке General основная нас будет интересовать уже известная нам кнопочка UseLageStoreBoundButtons которую необходимо убрать чтобы кнопки сверху стали меньше. Также нас интересует количество шагов насколько мы с вами можем операции откатиться назад по умолчанию это количество шагов стоит 20 иногда этого недостаточно поэтому это значение можно увеличить но опять-таки в зависимости от вашего от мощности вашего компьютера за которым вы работаете чуть ниже у нас есть возможность включить режим windows crossing во время выделения на постоянной основе или нет и как он будет работать слева направо или справа налево вот и выбрать режим отображения 3ds max maya или direct x значит пункт меню файл нам с вами позволяет в первую очередь задать авто бэкап то есть авто сохранение документа во время работы 3ds max является не самой стабильной программы во время работы часто могут быть критические ошибки вылеты приложений поэтому рекомендуется использовать вот интервал в минутах тут установлено по умолчанию что будет сохраняться документ каждые пять минут но если мы с вами будем работать с проектами достаточно большими то сохранение может тоже занимать приличное время и это может приводить к неудобству при работе поэтому опять-таки смотрите с какими проектами вы работаете такие настройки здесь по времени и необходимо будет делать количество файлов на каждый документ вот три копии будет создаваться с определенными интервалами вот это настраивается на вкладке файлс видовые экраны viewports позволяют нам с вами немножечко поиграться с настройками того что здесь может быть но опять таки нас больше всего заинтересует чувств дисплей драйвер то есть если у нас слабая видеокарта мы с вами можем попытаться и и во время работы возникает артефакт и мы можем попытаться вид отображения использовать с помощью различных технологий что возможно устранит какие-то или глюки во время работы значит ну есть настройки освещенности есть настройки по визуализации есть даже здесь подключение к справочной системы значит макс скрипт гизма вот отображается ли гизма то есть это элемент управления трансформациями перемещениями масштабированием или не отображается значит это показано здесь то есть во время работы основных инструментов у них есть управляющий элемент вот перекрестие это и есть так называемые гизма за счет его мы с вами можем перемещать объекты по осям по плоскостям если это инструменты вращения значит по соответствующим орбитом если это инструменты масштабирования то масштабировать по соответствующим или осям или граням и так далее значит это этот элемент гизма он может быть отключен и не отображаться на экране или мы можем его включить но отключить например отображение осей подписи по осям ну то есть такие вот ну и небольшой обзор основных функций которые нам могут понадобиться в первые дни работы был завершён благодарю за внимание кооперативной изменения пальцев на пол alalala зап They не